Светлана Лойченко 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 сегодня действительно на слуху. И мы уделяем как министерству, особенно касающему, вот я курирую направление торговли в данном случае в министерстве, естественно, мы импортозамещение рассматриваем по двум направлениям. Первое направление – это собственная производство, то есть чем может сегодня область себя обеспечить. И второе направление – это то, что мы завозим. То есть те контракты, которые сегодня заключают торговые предприятия, торговые сети по поставке продовольствия, мы сейчас говорим. По непродовольствию – это отдельная тема. Здесь понятно, что мы полностью зависимы от поставок изне, потому что у нас легкой промышленности здесь нет, и практически вся страна находится в такой ситуации. Поэтому я думаю, что всех больше сегодня волнует все-таки продовольствие, и мы, наверное, на нем и сделаем акцент. Такое вот есть предложение. И второе направление, как я сказала, – это заключение контрактов на поставляемую продукцию. Но как мы видим, что на сегодняшний день постоянно что-то у нас меняется, вводятся антисанкции. Первые антисанкции были видены 1 августа прошлого года. Они коснулись основного стран Евросоюза. Мы об этом с вами много говорили, как вы сегодня отметили. В общем-то, достаточно часто обсуждали это на различных площадках, в том числе и средствах массовой информации. Ну и последние антисанкции, которые наводятся с 1 января 2016 года, они коснулись, конечно, Турции. Как видите, сегодня тот перечень, который правительство Российской Федерации опубликовало, в общем-то, достаточно широкий перечень продовольственных товаров туда попал. Мы, как профильники, естественно, сделали срез по торговле, что же у нас случится с 1 января 2016 года, какой объем у нас завозился данной продукции на территории региона. Хочу отметить, что вся импортная продукция у нас здесь не растомаживается. То есть она растомаживается в больших городах, либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве. И мы, в принципе, все завозим оттуда. Поэтому то, что будет представлено на оптовых складах этих крупных городов, ну, плюс еще через Крым, конечно, сегодня добавилось, то и будет представлено у нас на прилавке. И это нас не может беспокоить. Поэтому мы сделали срез, как я только что сказала. И хочу сказать, что на сегодняшний день, вот за последний месяц, я беру ноябрь, декабрь у нас только начался, томатов мы в область завезли, его скушали порядка 200 тонн, чтобы было понятно, это где-то 8 вагонов, и цитрусовых где-то порядка 300 тонн. Это порядка 10-12 вагонов в зависимости от загрузки. Но возим мы сюда машинами, понятно, что не вагонами. Я просто, чтобы было понятно объема, проще объяснять. Что мы делим цитрусовые на три группы? Это лимоны, апельсины, мандарины. На сегодняшний день область, конечно, больше съедает, ну, в силу специфики, наверное, и предстоящих новогодних праздников, и, наверное, потому что эти фрукты такие мелкие, это мандарины. В меньшей степени съедается апельсинов, ну и, соответственно, лимонов еще меньше. Поэтому все, что касается импортозамещения цитрусовых по лимонам, у нас проблем не будет. Сегодня уже перезаключены контракты с Египтом, они вполне заместят лимоны на прилавках магазинов. По мандаринам, к сожалению, мы в прошлом году, ну, к сожалению, нам, наверное, да, мы провели достаточно большую работу с Турцией, наши торговые сети имеются в виду. И так как предложение турецкой стороны было очень интересным по цене, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что цена определяет предложение, чем она ниже, тем больше покупательная способность, тем больше у нас витаминов будет на столе, и, значит, были сделаны закупленные контракты с турецкой стороной. И 80% мандаринов в отдельных торговых сетях у нас поставлялись из Турции. И сегодня поставляется... То есть 20% это марокканские. Как в этой ситуации пойдет развитие событий? Значит, мандарины будут заменяться сегодня на китайские, уже идут переговоры по поставке китайских мандарин, Пакистан и частично Египет. А что касается апельсина, апельсина, доля апельсинов турецких составляла 40%, остальное это все был Египет, Пакистан. То есть здесь тоже проблем, в общем-то, по импроводозамещениям мы не увидим. Сложнее будет с томатами. Но об этом, в общем-то, сегодня только, наверное, ленивый не сказал. Почему? Потому что отдельные торговые сети в своем ассортименте реализуемых товаров ввели до 80% именно турецких томатов. Понятно, что доля отечественной продукции увеличивается в сезон. Это летний период, когда у нас начинают выпуск продукции агрокомбинаты со средней полосы, с южных регионов, плюс открытый грунт уже в июле есть данных томатов. Понятно, что доля их импортной продукции падает. Отечественное увеличится. Но у нас есть отдельные сети, которые, крупные торговые сети, которые вообще, в принципе, с Турцией не работали. То есть они поставляли томаты марокко. И, в общем-то, они сегодня увеличат объем поставок с этой стороны. Думаю, что частично в зимний период что-то заместится. Но понятно, что объем предложения сегодня того же марокко, он не готов, скажем так, к таким объему, который сегодня запрашивает Российская Федерация. Понятно, что мы не планируем, что возникнет какой-то дефицит томатов на полке. Но то, что цена повысится в ближайшее время, это 100%. Почему? Потому что сегодня идет предложение уже, если мы видим на наших полках томаты по 99 рублей за килограмм, то оптовики сегодня их уже предлагают 125 рублей за килограмм. Это вот данные вчерашнего дня. Понятно, что с учетом логистики поставок, меньше 150 рублей они уже, в принципе, не могут быть на перелавке. Единственный плюс этой ситуации в чем видят торговли? То, что сейчас начинаются посадки в тепличных комбинатах. И с учетом сложившейся ситуации, агрокомбинаты пересматриваются и ассортимент посадок, скажем. Это имеется в виду средняя полоса и южные комбинаты. Почему наши комбинаты в меньшей степени выращивали томаты? Потому что они дорогие, и себестоимость их выращивания высока. И они были неконкурентоспособны со стоимостью турецких томатов. Но нет у нас такого количества солнечных дней, как в Турции. Это, в общем-то, объективная причина. Так как сейчас турецкие товары не будут, томаты, поставляться, понятно, делается ставка на увеличение объемов производства томатов. И я думаю, что к летнему периоду, к маю-апрелю месяцу, мы уже на перелавку увидим именно Ставропольские, Краснодарские, Ростовские томаты. То есть там, где сегодня достаточно большие тепличные комбинаты. В общем-то, вот это то, что я хотела сказать по той ситуации, которая складывается. То есть мы ведем наши торговые сети, действительно, при помощи министерства. Мы их стыкуем с нашими партнерами, с кем у нас заключены соглашения по сотрудничеству Архангельской области. Это и Приднестровье, это и Армения, это и Абхазия. Мы ведем переговоры через их представительства, стыкуем их с поставщиками-производителями товаров. И, в общем-то, делаем все, чтобы в нашем регионе произошло, так скажем, замещение одних товаров другими, но, естественно, в одной ассортиментной линейке. И дефицита мы не предвидим по данным группам товаров. Тем более, что все остальное, что попало под антистанции Турции, это и молочная продукция, это и мясная. У нас на полках она и не присутствована изначально. То есть до нас она не доходила. У нас присутствует мясо Белгородской области, Белоруссия, мы активно с ними сотрудничаем, их молочная продукция в том числе, и, соответственно, продукты их переработки. Поэтому работа в этом направлении ведется. Особенно активно мы сейчас работаем с Молдавией, с Приднестровьем, как вы знаете, с ними заключены контракты. Поэтому, думаю, что население особо не пострадает. Хорошо, спасибо. Сколько, наверное, министра по поводу своего, чтобы уже что-то в комплексе. Елена Борисовна достаточно так серьезно и подробно проинформировала. Ну, если брать ту отрасль, которую раньше возглавляла и сейчас возглавляет, рыбное хозяйство, то, наверное, тут больше вопрос встает в семге, так как это один такой из немногих видов водно-биологических ресурсов, в котором у нас ощущается нехватка. Примерно так, для цифр, ну, 1% где-то в общем объеме – это наша рыбная продукция, наша дикая семга, остальное – это рыба из Чили и Фарерских островов. Знаете, введены санкции по норвежской семге, и сейчас, еще раз повторюсь, это Чили и Фарерские острова. По качеству рыба из Фарерских остров немножко получше. Если говорить об остальных видах водно-биологических ресурсов, то основной интерес представляет риска с пикшей, основные такие виды рыб, которые пользуются спросом у жителей Архангельской области. Здесь проблем никаких не было и не будет. В правительстве Архангельской области большая работа проводится по доставке рыбной продукции по прибрежной квоте. Вы знаете, что в этом году мы практически в 8 раз увеличили поставки этой рыбной продукции. Здесь вообще динамика достаточно очень серьезная. Более того, мы сейчас прорабатываем вопросы по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока, чтобы нам как-то компенсировать по красной рыбе проблемы. Это нерка, горбуша, все лососевые виды водно-биологических ресурсов. Уже есть определенные договоренности с компанией Доброфлот. Это очень большая, достаточно серьезная компания дальневосточная. И мы надеемся, что летом следующего года в наш порт зайдет трехтысячник с неркой, горбушей и с консервами из красной рыбы. Что еще хотелось отметить? Вот была затронута тема Турции. Эта страна тоже поставляет рыбу. Это Сибас и Дорадо. Примерно, что для понимания, это порядка 2% от общего импорта по России. Не сказать, что у нас эта рыба в большом количестве присутствует, но она есть. Эта рыба достаточно недешевая, это премиум-класса, но она также пользуется спросом. И тут, да, ее не будет, возможно. Часть ее будет замещена с Греции, потому что там тоже есть товарная ферма. Эта рыба искусственно выращена. То есть, наверное, многие ездили в Турцию и видели с самолета, где стоят садки, и вот там выращиваются Сибас и Дорадо. Поэтому, если брать направление рыбу, то я здесь абсолютно никаких проблем не вижу. Но, безусловно, наша задача наполнить наш рынок, в первую очередь, нашей рыбной продукцией, которую выпускают наши рыбаки. Опять-таки, повторюсь, большая работа здесь ведется. И не по скромничью, Архангельская область за прошлый год вышла на одно из первых мест по стране по потреблению рыбной продукции. Мы делим одинаковые места с Сахалина и с Камчаткой. Первое место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну, там просто сам Бог видел, там рыбы достаточно много присутствовали. Большая у меня надежда и большая работа проводится по внутренним пресноводным водоемам, потому что все знают, что ресурсы именно киенического, морского промысла, они ограничены. Есть достаточно сложный доступ к этим ресурсам. А эта ниша внутренних пресноводных водоемов, она не совсем освоена. В первую очередь речь идет о таких видах рыб, как щука, лещ. Большие надежды у меня на каргопольских рыбаков, озеро Алача, знаете, наверное, там очень... Вообще, на самом деле, лещ, как рыба, недооценена. Она очень отличается от астраханского леща, который вылазит в средней полосе. Это совершенно другая рыба, то есть совершенно другой химический состав, она вкуснее. Вообще, северная рыба, она гораздо вкуснее. Если брать ту же, допустим, скумбрию, атлантическую или та, которую ловишься в Африке, это абсолютно разные виды рыб. И ту же треску есть, знаете, Баренцево-Морска, есть треска дальневосточная, вроде бы ГОСТ-1, а рыба абсолютно разная. Поэтому вот очень здорово, что такой круглый стол сегодня у нас проходит. Я вижу перспективу именно в направлении популяризации именно нашей рыбной продукции, которую вылавливают наши рыбаки. К сожалению, не все знают, что есть такая рыба, там треска, пикша, и поэтому необходима ее популяризация. Именно объяснение людям, что вот наша треска лучше, чем вьетнамский пеленгаз, пангасиус, допустим, непонятно выращенный в каких условиях. Вот. Хотя, в общем-то, красиво упакованный, правильно разделан на филе, но люди должны понимать, что да, он дешевле филе трески, но там до 30-40% льда. То есть это нужно все людям объяснять. Такая сейчас работа у нас также наметилась. Вы знаете, наверное, что мы недавно приехали из Санкт-Петербурга, у нас там состоялись достаточно серьезные встречи. Вот. И мы сейчас работаем с нашими коллегами из Санкт-Петербурга именно по формированию комплекса мер, таких точечных, которые нам позволят именно популяризировать нашу продукцию не только Архангельского области, а вообще в Северного рыбохозяйственного бассейна, чтобы жители Северо-Запада России и вообще всей России приобретали нашу продукцию. Спасибо. Ну, что-либо и мы себя кормим, это уже хорошо. Ну, а что-то еще мы производим такое вкусное в Архангельской области, что у нас же можно купить в наших магазинах? Ну, остановлюсь на картошке, наверное, ну, понятно, что она немножко дороже, чем там польская, там, или где-то выращена в других, но это совершенно другой продукт. Ведь, на мой взгляд, вот проблема-то заключается в том, что все мы понимаем, что люди голосуют рублем, да, вот, но они не понимают, что они, в общем-то, покупают и какой химический состав. И тоже взять картошку, опять-таки, у Министерства огромные планы по увеличению объемов выращивания и реализации. Абсолютно разные продукты питания. Наша задача, вот всех собравшихся, именно довести до жителей, что они покупают, да, потому что действительно, ну, надо задумываться уже. Если взять, допустим, привести пример, там, с теми же куриными окорочками, проведены исследования, что все они там выращены, большинство, при применении антибиотиков и люди, которые их потребляли на протяжении достаточно длительного времени, при обращениях к врачу-терапевту, при, когда им выписывают антибиотики по, допустим, по ОРЗ, или по температуре, антибиотики просто на них не действуют, потому что у них уже выработаны вот эти... Антитела. Да, антитела на уровне, значит, ДНК, да, что не позволяет. Поэтому нужно есть нашу здоровую пищу, она у нас есть, поэтому вот общая наша задача, думаю, в этом. Я хочу, может, здесь добавить, вы, наверное, тоже имели возможность отметить, что у нас по направлению министерства мы еще курируем открытие фермерских магазинов. И в этом году, как никогда, да, у нас открылось в городах, уже в Северодольске два фермерских магазинах, в Архангельске. Понятно, что они абсолютно разные по составу наполняемости, рассчитаны на разную категорию покупателей, но они имеют место на жизнь. И действительно, сегодня покупатель начинает разбираться в том, что покупает, и фермерские магазины пользуются достаточно большой популярностью. Понятно, что все говорят, вот фермерская продукция, она дорогая, она, в принципе, не может быть дешевой, правильно? Если производство поставлено на поток, то себестоимость продукции одна. Если выращена в фермерском хозяйстве, там, образно говоря, одна корова, да, то мясо, в принципе, не может быть дешевым. Поэтому сегодня фермерские магазины, они открываются на разные категории покупателей. Есть те, которые закупают у предприятий-производителей и реализуют по более низкой цене тоже мясо, тоже молоко. А есть те, которые работают точно по отдельным хозяйствам. Такого рода магазины у нас здесь в Архангельске, на Чумбаровке. И это, в общем-то, тоже подспорье для наших фермеров. Это определенный рынок сбыта, причем по хорошей цене, рассчитан на определенную категорию покупателей. И, в общем-то, это позволяет сегодня при наличии гарантированного рынка сбыта фермерской продукции, в общем-то, нашим фермерам задумываться об увеличении объема собственного производства. Неважно, занимаются они выращиванием сирпозпродукции, это картофель, капуста, морковь, корнеплоды, или они занимаются животноводством. В общем-то, это тоже одно из направлений министерства. Спасибо. Я добавлю, наверное, еще, Ирина Борисовна, что у нас растет производство молока, прекрасный продукт, если сравнивать с другими регионами, совершенно разное качество. Производятся сыры, мягкие сыры, твердые, к сожалению, мы пока не можем производить. Тоже прекрасный продукт, да, он не дешевый, но это тоже производство развивается, я думаю, у него тоже есть определенные перспективы. Это в Вельске, да, вы имеете в виду? Да, основной в Вельске, 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 Устьянские вот эти районы, поэтому здесь тоже, безусловно, есть перспективы развития. Что еще хочется сказать про рыбную продукцию, что вот, к сожалению, да, есть успехи, но есть и проблемы, что я имею в виду, что не все умеют продавать рыбу, так же, как и мясо, именно вот выкладка, да, то есть, многие бывали там в Норвегии, и в других странах, все видели, да, как красиво положена рыба на лед, тут проходишь и хочется ее купить. Вот, к сожалению, у нас не везде такая, не везде это присутствует, такая культура, да, но я хотел бы отметить, центральный рынок, магазины Альбатрос, магазины Петровские новые, они действительно в этом направлении работают, магазины Архангельской рыбной компании, то есть, в этом направлении работа тоже нами проводится. Мы, наверное, с Эленой Борисовной будем проводить дальнейший мастер-класс, именно разъяснять, как красиво это проводить, организовывать, да, чтобы тех, у кого есть опыт, они делились своим опытом, потому что, ну, зачастую я просто по образованию, по-первых, техник-технолог, по рыбе, да, и когда приходишь в магазин и вот в пищевую пленку, да, в пищевую пленку завернута не то треска, не то пикша, здесь достаточно, вроде продукция-то неплохая, поэтому задача именно нам поработать на выкладкой, как, чтобы красиво это все было представлено. Спасибо, может, к коллегам, да, Денис? Да, да, да. Если говорить непосредственно о санкционных продуктах, вот, в принципе, сейчас на прилавках-магазинах в Архангельске можно достаточно спокойно встретить и сыры из Голландии, и рыбу из Прибалтики, то есть вот как ведется, ну, скажем так, контроль за вот этими санкционными продуктами, и были ли у нас случаи именно уничтожения в Архангельской области продуктов, которые, ну, действительно были, скажем так, попали сюда незаконно. Ну, вы знаете, вот мы уже говорили об этом, что тема настолько широкая и важная, и, к сожалению, невозможно, может, мы ее продолжим как-нибудь, объятнее, объятнее. И так сегодня вот хочется побольше и услышать, и сказать, и времени, тем более эфирного не так много, поэтому так ограничились. Но я думаю, что мы продолжим. Да, пожалуйста, кто бы это говорите. Значит, Управление Роспотребнадзора в Архангельской области осуществляет проверки. Значит, за истекший период было проведено, проверено 198 организаций торговли, и санкционной продукции, которая запрещена к ВОЗу, нам не было выявлено, потому что мы проверяем продукцию, перечень продукции, он по специальным кодам. И вот те коды, которые, продукция по тем кодам, которые запрещена, мы в нашей торговой сети не встретили. Нарушения были выявлены к реализации продуктов в части нарушения условий и сроков хранения. Значит, продукция с истекшим сроком годности. И дальше очень большое число замечаний. Это было по отсутствию полной и достоверной информации о производителе. Поэтому по выявленным нарушениям у нас было составлено порядка 55 протоколов о санитарном нарушении, об административном правонарушении и наложенных штрафов на сумму где-то порядка 917 тысяч. И 411 килограммов продукции, которая не соответствовала требованиям, она была, опять же, мы выдавали предписание, выносили из постановления, была утилизирована. Далее мы тесно работаем с Архангельской таможной. Наш специалист входит в исследовательскую группу. И мы проводили буквально недавно тоже совместные проверки. Именно по выявлению вот этих санкционных товаров. Проверили в городе Архангельске 4 оптовые организации и 2 оптовых склада. Продукции мы также не обнаружили. Были выявлены овощи и фрукты без маркировки, которые были утилизированы. — Может быть такая ситуация, что, например, в магазине написано «сыр из Голландии», а на самом деле он привезен откуда-то из другой страны, и это тоже нарушение считается? — Продукция, которую принимают в организации торговли, они должны сверять с документами, то есть это маркировка и декларация, подтверждающая качество, декларация с ответствием. — А, кстати, не всегда написано бывает. Это тоже нарушение? — Если нет какой-то информации необходимой о товаре, да, это будет нарушение. — Это тоже нарушение. — Понятно, спасибо. Анна, наверное, да. — А вот скажите, получается, что у нас сейчас один импорт зачастую замещается другим просто импортом. А вот насколько легко может быть местным товаропроизводителем выйти на прилавки крупных торговых сетей? Потому что вот некоторое время назад они говорили о том, что они бы и хотели, но вот владельцы торговых сетей предпочитают, да, предпочитают закупать крупные партии вот какого-то импортного товара. — То есть вот открыли, а в торговых сетях крупных… — Я хочу сказать, что на сегодня вообще-то этот вопрос у остроить не стоит. Почему? Потому что когда возникли эти вопросы, они возникли года три назад, значит, торговые сети сами пошли навстречу, и с некоторыми производителями, я не буду здесь называть, чтобы не пиарить, даже проплатили заранее производство того же картофеля еще на момент посадки. Но, к сожалению, наши товаропроизводители нарушились договорные обязательства по какой-то причине. Либо они не вырастили, либо вырастили и продали на кому-то другим, и начались, естественно, судебное разбирательство. Потому что в любом случае сети сегодня готовы под объем определенного урожая даже проплачивать, и семенной картофель, но знать четко, что они ни с кем больше другим контракт не заключают, и этот картофель будет на прилавке по определенной себестоимости. Опыт у нас такой был, он оказался горьким. Поэтому мы пошли несколько по другому пути. У нас сегодня, как вы знаете, помимо нашего плана ярмарочных мероприятий, которые мы утверждаем сразу на год в Архангельской области, утверждаются планы ярмарочных мероприятий конкретно в каждом муниципальном образовании. И местные товаропроизводители имеют сегодня возможности рынки сбыта. И в принципе те рынки сбыта, которые сегодня созданы, это и не стационарная торговля, то есть сезонная торговля, и торговля с автомашин, и ярмарки, проводимые в развитии муниципальных образований, и в том числе открытие фирменных магазинов. У нас сегодня их 176 фирменных магазинов местных товаропроизводителей. И, как я сказала, открытие фирменских магазинов позволяет в 100% практической массе сбывать ту продукцию, которая производится на территории Архангельской области. Я хочу здесь отметить, что мы, в общем-то, по основным продуктам питания являемся завозным регионом. То есть мы себя фактически полностью обеспечиваем только картофелем, все остальное мы дозавозим, чтобы у нас не было дефицита на полках. Поэтому проблем со сбытом у нас нет. Нет у нас иногда проблемы, существует только в недопонимании, может быть, между поставщиками и покупателями. И понятно, что наша задача торговли – представить на полке товар по более низкой цене. Почему? Потому что мы также с вами каждый день ходим в магазин и хотим, чтобы купить товар, чтобы он был подешевле. И, в общем-то, требования торговли, они не являются завышенными, что давайте все-таки делать все, чтобы себестоимость, чтобы упускание на территории Архангельской продукции, была ниже, для того, чтобы она была конкурентоспособна с другими регионами. И, в общем-то, но тем не менее, сегодня торговые сети вообще считают для себя приоритетным наличие местной продукции у себя на товарных полках, даже если эта продукция несколько дороже, чем которую они привозят. Потому что они прекрасно понимают, что население хочет видеть на полках именно произведенную местную продукцию. И если мы заходим в магазин и, например, видим молоко, то линейка достаточно широка. На полке присутствуют и продукции Устьянского молокозавода, и Архангельского, и Северодвинского. И, значит, тут же рядом стоит Вологодская продукция. То есть ассортимент достаточно, и Вельская, да, естественно. Ассортимент достаточно широкий, и спрос постоянно изучается. В Матрицу заводится практически всё, что производится на территории Архангельской области. В общем-то, проводятся социологические исследования в торговые сетях, что сегодня предпочитают покупатели. И на основании вот этих итогов следствия формируется ассортиментная политика предприятий. И сегодня она всё-таки в пользу местных товаропроизводителей. Формируется именно таким образом. Я позволю воспользоваться тоже возможностью задать вопрос. У меня к Наталье Фёдоровне вопрос. Вот сейчас говорили о продуктах, которые, ну, скажем, у меня как у потребителя психологически не вызывают какой-то боязнь. Ну, рыба. Мы как-то там идёшь тоже в магазин и понимаем, это наша рыба. И там картошка. Тоже можно в конце концов купить свою, а не покупать какую-то завозную. Но вот больше всего, наверное, мы опасаемся мяса, мясных продуктов. Даже если рыба завёрнута неведомо что, то всё-таки мы понимаем, что это треска. Хотя, конечно, согласна, что она должна красиво быть выражена. Но если мясо завёрнуто, у него известно что. И то, что уже вот это куры постоянно говорят, там, чем-то напичканные. И Александр Анатольевич тоже сказал это как раз про антибиотики. Возможно ли эту массу вообще как-то проверить, которая у нас, что у нас вообще откуда приходит. Там, говорят, и Боевалятина приходит, и с Австралии, и, не знаю, там, чуть ли не Генгурятина, и что-то такое. И всегда это ощущение опасности. То есть, вот вроде как бы оно есть, но его лучше не покупать. Мы пока говорим о таком завозном. Ну, и о нашем тоже. Тоже, наверное, одинаковые условия проверки или тоже разные. То есть, такой вопрос. Тут несколько, так скажем, затронуто одновременно несколько направлений. Как бы и контроля за мясной продукцией, и испытания, и производства. То есть, тут как бы немножечко, наверное, надо начать с того, как происходит контроль производства мясной продукции именно конкретно нашей местной. То есть, понятно, что ветеринальная служба вообще, она по своей, так скажем, предназначению, она находится на передовой. контроля за качеством производства мясной продукции, поскольку ее задача контролировать, так скажем, отрождение того организма, который будет в дальнейшем. Простите, еще хочу уточнить, особенно колбаса, вот вы сказали, отрождение. Ну, до колбасы это еще далеко. Да, конечно. Потому что все хотели разводить. Поскольку это мясной ряд, я решила так. Да, до колбасы это, конечно, еще далеко. Потому что людям психологически тоже страшно покупать, говорят там... Ну, про колбасу, ладно, я тоже в общих чертах, конечно, скажу, колбаса это все-таки больше уже продукция, да, поэтому больше это ведомство уже Роспотребнадзор, да. Ретеринарная служба, она в основном отвечает за сырье, то есть животное происхождение. Поэтому я хочу сказать, что то, что касается продукции, сырья животного происхождения, которые производятся на территории Архангельской области, на сегодня, конечно, оно все находится под контролем жесточайшим. Потому что контроль начинается и во время, так скажем, выращивания этого животного или там птицы, контроль перед убоем, контроль после убоя, то есть есть определенные правила, есть определенные нормы, нормативные документы, которые это рекламентируют, и, конечно, ветеринарная служба это все очень четко и жестко контролирует, да. Поэтому если на сегодняшний день, можно сказать, если на мясе, на рынке мы видим клеймо ветеринарной службы, да, стоит, что она допускается в реализацию, то в принципе эта продукция на сегодняшний день она... Можно не бояться. Да, ветеринарная служба за нее отвечает в ответе, да, то есть мы уверены, что эту продукцию можно использовать. Что же касается производства вот этого сырья, то, конечно, почему может быть правильно, оно и дороже, наше сырье, мясная продукция, потому что на самом деле используются те корма, которые не дают таких огромных привесов, не дают таких огромных там надоев и так далее, а те корма, которые испокон веков применялись и раньше, да, то есть они, понятно, что менее такие, ну, не так стимулируют животное на производство этой мышечной массы, но тем не менее продукция это как раз считается экологически чистой, да, и во всем мире практика такова, что вся экологически чистая продукция, она порядком немножечко дороже, чем обычная продукция, так скажем, да, поэтому, конечно, в этом отношении тут вот цена и качество, ну, наверное, все-таки имеет значение, да, и я считаю, что все-таки тут тоже на это надо внимание обращать, вот. Дальнейший контроль за, так скажем, за том, как производится мясная продукция, ну, частично, конечно, и ветеринарная служба, частично Роспотребнадзор, ну, что касается производства уже, самого производства, там, мясной продукции, колбас, вот то, что вас тут так очень сильно беспокоит, да, то на сегодняшний день существуют определенные нормативные документы, по которым производитель должен производить вот ту или иную продукцию, да. Они же назывались ГОСТы. Есть ГОСТы, сейчас технические условия, конечно, есть, конечно, есть, и они есть. Но понятно, что это совесть производителя, да, то есть как он свое лицо держит, как он соблюдает, конечно, это все контролируется. На сегодняшний день методы лабораторного контроля, они позволяют идентифицировать состав, да, то есть той продукции, которая есть, из чего она состоит, да. То есть на сегодняшний день, в принципе, биотехнологии позволяют определить, из какого там состава, ну, что входит, допустим, в эту колбасу и так далее, наличие там генетически модифицированных организмов и так далее. То есть это мы можем на сегодняшний день определить. Но, так сказать, что вот сколько наша лаборатория, вот мы исследуем, ну, в основном, конечно, к нам обращаются заявители, это местные производители, поэтому я, конечно, могу судить только по ним. В основном никаких таких опасных, особых там, тех веществах, о которых я отговорила до этого, мы, конечно, не обнаружили. В курицах? Нет, нет, антибиотиков у нас нету. У наших, да? В наших курицах, да. По крайней мере, мы, вот сколько исследуем, мы не обнаружили запредельные нормы. Почему? Я вам объясню тут, наверное, немножко экономическую сторону вопроса. Все эти корма, которые содержат антибиотики, которые там содержат стимуляторы и так далее, рост, они очень дорогие. Поэтому наши производители вряд ли будут их покупать в ближайшее время, да, потому что они очень дорогие. Если их кто не использует, получается дешевле продукция экологически чистая, а у нас она по факту дороже. Понимаете, ведь стоимость кормов в, так сказать, вообще в себестоимости продукции, там, я могу, конечно, ошибиться, но, по-моему, около 30%, если я не ошибаюсь, да, вот у коллеги, может быть, да, около 30%. А остальное это все энергоресурсы, это все трудовые затраты и так далее, и так далее. Поэтому это не значит, что если корма будет дешевле, то продукция будет стоить дешевле. Это далеко не значит. Поэтому тут вот таким вот образом. Но что касается, еще хотелось бы подчеркнуть, чтобы наши, там, сказать, покупатели и потребители были спокойны, что вообще ветеринарная служба практикует такое, ну и, в принципе, не только ветеринарная служба и Роспотребнадзор. Ну, я почему говорю за ветеринарную службу, потому что это в основном буйные пункты, это в основном те предприятия, которые производят молоко, это такое понятие, как производственный контроль. Поэтому практически все вот крупные такие, более-менее предприятия, которые на сегодняшний день занимаются производством мяса, молока, они внедряют программы производственного контроля. Программы, они такие очень объемные, комплексные, очень серьезные, которые, ну, так, в принципе, контролируют весь производственный процесс, и предприятие периодически подтверждает свою декларацию, да, соответствие, и радует то, что на сегодняшний день эти программы производственного контроля работают практически, ну, во многих, на многих предприятиях по производству и переработке мяса и молока. Поэтому вот это тоже, в принципе, положительная претенция. А завозную вот кто контролирует? Или я что-то не ловила? Завозную продукцию на сегодняшний день контролирует у нас в основном Россельхознадзор, у вас продукции поднадзорной, у них есть своя, ну и коллеги с управлением Роспотребнадзора. Поэтому мы исследуем только то, что нам направляют, заявитель направляет, мы исследуем, а контроль это уже другие организации. — Наша колбаса, вот уже, если говорить, она… Вы не боитесь сами покупать, вы покупаете колбасу, потому что многие психологически боятся. — Есть ли в ней мясо в нашей колбасе? — Да, что там чуть ли не бумага, ну, это такие, может, легенды, но иногда говорят, да они там как образно, непонятно, что напихали, плод до бумаги. Всё-таки насколько это легенды народные, и насколько вот оно может позволить себе производитель чего-нибудь туда добавить не того? — Вопрос, конечно, интересный, действительно, да, но мы контролируем пищевые продукты по группам, и у нас есть мясо и мясопродукты, то есть в эту группу не входит там, нельзя будет идти отдельно колбаса, сосиски, сардельки, всё, это общая группа. — Но она входит в принципе туда. — И вы, значит, если говорить по безопасности, то мы исследуем на санитарно-химические показатели, дальше здесь у нас нет никаких выявлений на антибиотики, на радиологические показатели, здесь тоже у нас всё нормально. У нас, так сказать, достаточно высокий, мы считаем, удельный вес по этой группе продуктов, не соответствующих требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Этот показатель у нас на последние два года, он, конечно, стабилизировался, держится на одном уровне, составляет 9,6%. — А что это для широкого публики, это что означает? — Ну это для широкого публики, это означает о том, что или это в процессе производства, или это в процессе транспортной доставки, или в процессе реализации, где-то готовая продукция, она обсеменялась. — А чем это грозит покупателю? — Ну, покупателю это может грозить, ну, в первую очередь это могут быть и острые кишечные заболевания, может быть пищевое отравление, потому что и жалобы достаточно тоже к нам поступают именно о том, что приобрели вот какие-то виды колбасных изделий и после этого почувствовали себя плохо. Или, опять же, второй тип жалоб о том, что вскрыли упаковку, начали разрезать, такой запах гнилосты, да, и мы, конечно, проводим эти все проверки, делаем исследования. — Давайте я вот, наверное, дополню, поэтому, что вернулись к торговле, покручаясь, возвращаясь к нам. Дело в том, что мы вообще на самом деле тоже это направление курируем вместе с Роспотребнадзором, у нас вообще разработан и утвержден план по защите прав потребителей, который у нас до 2020 года, он в рамках нашей государственной программы развития торговой деятельности, он включает достаточно широкий перечень мероприятий, и вот, например, одно из них, которое прошло в конце месяца, это неделя качества. И во все это предприятия, почему мы ее проводим? В разрезе всех муниципальных образований она проходит, там разные мероприятия проводятся, в том числе и непосредственно в предприятиях торговли. Я уже не говорю о дегустациях, выставках, продажах, это понятно, да, в том числе и колбасной продукции, то есть новинки представляются. Но самое главное, что в рамках недели качества предприятия на себя, рочной торговли, обращают отдельное внимание, то есть на свое санитарное состояние, на то, какая реализуется продукция. Они проверяют все сроки, потому что везде присутствует человеческий фактор. Выгрузили на полку продукцию молочную, покупатель взял с первой продукции и начинают дополнять. И в конце, значит, где-то появляется просрочка. Ну, это живой организм. Понятно, что если приходит Роспотребнадзор с проверкой, из-за этого их штрафуют эти предприятия. Поэтому один еще раз, еще одна возможность уделить внимание им на прамках недели качества на то, что мы сегодня продаем рочные сети самими торговым предприятиям. Поэтому ежегодно это направление, как говорится, проводим. И, в общем-то, наше муниципальное образование о проделанной работе всегда отчитывается. И вот сейчас этот отчет мы тоже собираем. Думаю, что в следующей неделе, пообщив, мы его дадим в средства массовой информации, что было интересно по нашим городам и районам проведено. Кроме того, в рамках защиты прав потребителей, в рамках нашего координационного совета по торговле, нам Роспотребнадзор говорит о проделанной работе, сообщает нам, какие предприятия, производители или торговли попались при реализации некачественной продукции. Мы их приглашаем, ведем разъяснительную беседу с ними, требуем усилить производственный контроль, потому что у нас он тоже имеет место быть, особенно в предприятиях общественного питания. Там вообще сейчас для того, чтобы они соответствовали новой системе ХАС, которая введена таможенным союзом, мы для них даже специально провели в рамках Маргаритники бесплатный обучающий семинар, то есть требования по качеству безопасности продуктов, которые она реализует. В общем, мероприятий очень-очень много. Поэтому покупателям здесь, конечно, бояться нечего. То, что оно контролируется, проверяется, как самими руководителями предприятий, менеджерами, которые работают, администраторами, так и контролирующими надзорными органами. Другой вопрос, что нужно еще, в общем-то, когда берешь, приходишь в магазин, берешь продукцию, все-таки смотреть... В свою бдительность понять. Да, в свою бдительность и смотреть на сроки продажи товаров. Потому что, как я сказала ранее, человеческий фактор никто не отменял в производственном процессе. Ну, мы все время говорили о качестве, вот можно я сейчас вопрос задам. Говорили о качестве, о безопасности продукции. Но качественное может быть соя в колбасе, да, и качественное пальмовое масло в масле, так называемом или сыре, да? Само по себе, да. А вот если поговорить о том, что действительно кто-то определяет, есть ли в колбасе мясо, и насколько у нас этот сыр настоящий, а не фальсифицированный, насколько масло действительно сливочное масло, а не там заменителями жира. Были много говорят сейчас о фальсификации. Кто определяет и как? Как послушаешь, так одни эти фальсификаты и вообще... Ну, может, они качественные, сами по себе имеются в виду. А, качественные или безопасные? Они безопасные, но это пальмовое масло, но оно качественное. Ну, кому нет? Я не знаю, кто отвечает, кто чувствует ближе к себе. Кто фальсификатор плавливает? Я могу рассказать о том, какую работу у нас проводится по обращениям граждан по фальсифицированному сливочному маслу, потому что это, да, довольно-таки актуально и часто слышится об этом, слышим об этом все. Вот в текущем году, в 2015 году, вот в управление к нам поступило 9 обращений потребителей о реализации в торговой сети города Архангельска, недоброкачественного сливочного масла. По всем фактам мы провели проверки с использованием лабораторного исследования. Масло, которое не масло. Масло, которое не масло, да, правильно говоря. То есть оно неиспорченное, имеет в виду, нормального запаха никакого нет, но они чувствуют, что это не... Да. Вот о чем мы и говорим. Да, и вот по результатам всех наших проверок и лабораторных исследований было установлено, что, значит, эти исследованные пробы, они были фальсифицированы жирами немолочного происхождения. Значит, как выяснилось, все это были предприятия, которые расположены за пределами Архангельской области. То есть это было все привозное. Поступали из Ивановской области, из Московской области, города Москва, город Санкт-Петербург и Пензенской области. Значит, опять же, конечно, по всем выявленным нарушениям у нас было составлено 11 протоколов и наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей. Кроме того, управление также выступило с заявлением в арбитражный суд Ивановской области, там было два предприятия, и в Московской области. Также о привлечении производителей к административной ответственности. И на все предприятия были выписаны штрафные санкции по 100 тысяч рублей. По остальным, так сказать, предприятиям, материалы находятся еще в стадии рассмотрения. Кроме того, управление также направило предложение в клинический центр сертификации в Московской области об отзыве сертификата соответствия одного из предприятий Москвы, из которого поступала к нам такая продукция. Если говорить о нашей области, о наших предприятиях, то к нам поступили обращения на... Ну, тоже потребителю мне понравился вкус масла. Это на Вельске-Анкомб и на, значит, ООО «Молоко» города Архангельска. Мы также провели проверки этих двух предприятий, исследовали масло, и все пробы были хорошие. Это чисто индивидуальные какие-то... Это может быть чисто индивидуальные как бы... Ну да, кто-то не понравился, какой-то... Такое бывает. Какой-то нижний биток, значит, и посчитали, что это уже не натуральное масло. Ну, люди успокоились. Люди успокоились, да. А вот заменители молочного жира, если говорить о масле, насколько они вообще для человека вредны или как-то... Чем они опасны? Я бы хотел прокомментировать еще дополнительную Ольгу Павловну. В производстве молочного фальсификата, при производстве даже того же сливочного масла, используется пальмовое масло. Даже в отдельных случаях техническое пальмовое масло, оно стоит в разы дешевле, чем молочный жир. Да, до восьми раз, да. И, соответственно, недобросовестному предприятию-изготовителю крайне выгодно производить такое масло. И, соответственно, имеет большую маржу при последующей продаже продавец. Вот. Хотелось бы отметить, что по данным Союза молока Российской Федерации, 10-30% это молочный фальсификат на общем рынке. Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области совместно с Роспотребнадзором предприняты эффективные меры и поставлен сейчас фактически эффективная преграда для поставки указанных продуктов в предприятия образования, здравоохранения, социальной направленности. То есть в наше профильное министерство образования, здравоохранения, социальной защиты населения издали внутреннее распоряжение по проверке подведомственных учреждений. Это детские сады, больницы, дома престарелых и другие. Входной контроль поставки продуктов питания. Во многом это все-таки связано со сливочным маслом. Хотелось бы отметить, что благодаря этим усилиям последним, Ольга Павловна еще не сказала, что в отдельных случаях по нашим обращениям Роспотребнадзора и Министерства ПК и торговли мы обращались в правоохранительные органы, в прокуратуру, в следственный комитет. И в ряде проверок в указанных регионах Российской Федерации было установлено не только производство фальсификата, но и то, что предприятия-изготовители, указанные на упаковке продуктов, которые продавались в отдельных торговых точках, они попросту не существуют. То есть, соответственно, указанная продукция могла производиться в любых кустарных условиях с нарушением санитарных требований. Конечно, да. И по указанным материалам в настоящее время уже принимаются процессуальные решения о возбуждении, в том числе, уголовных дел. А много таких случаев? Мы, скажем так, это было... началось все с единичных случаев, то есть это было порядка трех-четырех случаев. Да. Но вот благодаря эффективным мерам, которые были предприняты в оперативном порядке, мы фактически в настоящее время во многом, то есть могут еще отдельные случаи иметь место в торговых сетях, но с этим эффективно борется Роспотребнадзор. Мы, скажем так, поставили преграду поставки указанных продуктов в учреждения социальной направленности. То есть наши дети в настоящее время под защитой. Защищены. Спасибо. Ирина Борисовна ранее упомянула про места общественного питания. Буквально месяц-два назад была такая знаменитая история про хоккейную команду, которая приехала в Архангельск и отравилась в одном ресторане, в одной гостинице. Насколько ситуация вообще с... Как контролируются эти места общественного питания? Как вообще ситуация складывается? Ну, ни для кого сегодня не секрет, что вообще контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в рамках 294-го федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И там в этом законе четко прописано, какой контролирующий орган, что контролирует. Все, что касается предприятий общественного питания, это компетенции, конечно, Роспотребнадзора. У них есть плановые и внеплановые проверки. Плановые – это то, что идет... Ну, такие же у нас плановые лицензионные контроли по алкоголю, да? Рассматривает и согласовывается с прокуратурой Архангельской области. Они увешиваются на официальном сайте прокуратуры. Каждый предприниматель может посмотреть, когда его придет и кто контролировать. Ну, это, так скажем, сегодня так положено по закону. И есть неплановые проверки. И, в общем-то, мы очень обрадовались, что с 1 января этого года Роспотребнадзор получил право проводить неплановые проверки по заявлению граждан, по жалобным обращениям. Это хорошо. Почему? Потому что такие внеплановые проверки, когда они внезапны, эффект от них намного больше. И вот у нас завтра будет Горганизационный совет по торговле. Мы посмотрим все-таки, что мы получили за вот эти 11 месяцев. И думаю, что вот таких случаев, о которых мы только что сказали, их будет как можно меньше. Но вообще, в целом, я хочу сказать, что таких случаев у нас в Архангельской области немного. По своей сути, наши предприниматели все-таки более добропорядочные, более ответственные. И, в общем-то, они стараются исполнять требования законодательства. Спасибо. Что у нас со временем? Все, да? К сожалению, эфирное время у нас вышло. Но если наши уважаемые гости, эксперты чуть-чуть задержатся, если у них есть у кого такая возможность, остались еще вопросы. Действительно, очень широкая тема, которую хотелось бы еще пообсуждать. Но мы, естественно, нашим читателям расскажем на сайтах, в газете. Отчет о нашей вот этой встрече будет на сайте Правды Севера, мы вывесим его. Будет отчет в газете, в самой непосредственно, в МК, в Двине Информ. И вот то, что сейчас прозвучит еще, если мы немножко задержимся, естественно, мы все обязательно расскажем. Так что спасибо большое нашим экспертам. Это очень важная тема, потому что страх, даже если нет оснований, но есть страх, это уже, считаете, как говорят специалисты, это уже основание для того, чтобы люди паниковали, для того, чтобы люди волновались. Поэтому надо разговаривать, разъяснять. А лучше всего, конечно, когда это делают эксперты, когда говорят компетентно, как вы сегодня нам все это дело рассказывали. Спасибо вам большое, и мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо. 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 Спасибо.